В понедельник глава района Заур Хамирзов провел еженедельное совещание с руководителями структурных подразделений, главами сельских поселений. В ходе планерки были обсуждены актуальные темы, затрагивающие различные сферы деятельности муниципалитета. Рассмотрение вопроса в повестке дня очередного заседания началось с доклада заместителя главы района по экономике и социальным вопросам Мариты Туглановой. Она рассказала о проводимой работе по достижению показателей КПА и дерева целей и о создании рабочих мест в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Особое внимание было уделено вопросам, касающимся хода проведения работ по строительству объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год и о проводимой работе с населением по социальной газификации частных домовладений. Подробный доклад о готовности образовательных учреждений к новому учебному году главе района представила начальник управления образования Осяд Берзегова. Для своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений к новому и 2022-2023 учебному году была разработана дорожная карта по материально-техническому оснащению образовательных учреждений, где основные мероприятия сгруппированы были по трем актуальным для муниципальной образовательной сети направлениям. Первое – это создание комфортных, безопасных условий для организации образовательного процесса в образовательных учреждениях муниципального образования Кашхаковский район, осуществление текущего капитального ремонта зданий, сооружений муниципальных образовательных учреждений, обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях – это капитальный ремонт инженерно-технических систем, пожарной сигнализации, видеонаблюдения тревожных кнопок. Общий объем финансового обеспечения составил 65 миллионов 898 тысяч рублей. В ходе подготовки к новому учебному году были проведены следующие основные мероприятия. В рамках государственной программы комплексное развитие сельских территорий идет строительство спортивного комплекса для основной общеобразовательной школы номер 12 «Хотороказенок-Ужорский». Для этих целей получена субсидия в размере 23 миллионов 682 тысяч рублей. По условиям контракта строительные работы начались 25 февраля 2022 года и завершатся в срок до 31 октября 2022 года. На территории муниципального образования в рамках федеральной программы развития физической культуры и спорта в сельской местности в период с 2015 года отремонтированы капитально все 11 спортзалов из имеющихся 11, что составляет 100% от общего числа. В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта образования созданы и откроются Центры образования естественно-научной технологической направленности «Точка роста» в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях номер 4 «Аула Хачимзи», номер 6 «Поселка Дружба» и 12 «Казенок-Ужорский», где завершены в полном объеме работы по капитальному ремонту шести кабинетов трех лабораторий в соответствии с региональным дизайн-проектом. Общая сумма затраченных средств на ремонт составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. Отрадно отметить, что в этих точках роста полностью обновлена мебель за счет средств муниципального бюджета на сумму 780 тысяч рублей в соответствии со всеми требованиями «Санкин». На сегодняшний день на территории района уже будут функционировать 9 центров «Точки роста». Это уже функционирует в 1-й школе «Аула Кашхабль», в 3-й школе «Аула Игеруха», в 5-й «Ауле Чепсин», в 7-й поселок «Майский», в 8-й село Натрыбово, в 11-й «Ауле Ходс», в 4-й теперь уже «Ауле Хачимзи», в 6-й школе «Чехрак» и основная общая образовательная школа 12 «Котар Казенок-Ужорский». В оставшихся 4 школах создание точек роста планируется завершить в 2023-2024 годах. Это школа номер 2 «Аула Кашхабль», номер 9 «Силовольный», 10 «Игнатьевский» и основная школа 13 «Кармадина-Гидроинская». За счет средств муниципального образования выполнены все мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. Сумма затраченных средств составила 30 миллионов 300 тысяч рублей, из них 30 миллионов 276 на охрану объектов частно-охранных предприятий. Все образовательные учреждения имеют тревожные кнопки с передачей сигналов подразделения в войск национальной гвардии, а также оснащены системой видеонаблюдения, пожарной сигнализации и системой оповещения. Ограждение и освещение по периметру на уровне 100%. Для проведения текущего косметического ремонта образовательным учреждениям выделены денежные средства на закупку строительно-хозяйственных материалов. Сумма составила более 990 тысяч рублей. Обновлено холодильное оборудование в трех общеобразовательных и двух дошкольных учреждениях. На сегодня все образовательные учреждения 100% готовы к новому учебному году. Завершен капитальный ремонт мягкой кровли в средней общеобразовательной школе номер 10 хутора Игнатьевский на сумму 1,5 млн. рублей. Ведется замена кровли дошкольного образовательного учреждения номер 9 на сумму 700 тысяч рублей. На подготовку к новому осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов в образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия. СОЖ-8, Силуна-Тырбово и основная школа 12 с казеном Кужовски закуплены отопительные котлы и шмостон на общую сумму 311,5 тысяч рублей. Для школы 3 аулы Гюрхай, 5 аулок Гючипсин закуплены и установлены сигнализаторы загазованности в котельные на сумму 70 тысяч рублей. Во всех образовательных учреждениях проведены технические обследования домоходов котельных, по результатам которых получены акты готовности сумма затраченных средств составила 105 тысяч рублей. Все образовательные учреждения заключили договора на техническое обслуживание сигнализаторов загазованности в котельных, где вперед с 20 по 25 июня 2022 года проведено обследование каждой котельной, получены положительные технические заключения. Сумма затраченных средств составила 102 тысячи с половиной. В соответствии с требованиями Северокавказского управления Ростепнадзора в 12 образовательных учреждениях проведена страховка ОСАГО, опасно-промышленных объектов, сети газопровода третьего класса на сумму 118-800. С начала нового учебного года во всех образовательных учреждениях будет организован подвоз 1180 детей образовательным учреждениям и обратно. Все автобусы находятся в исправном состоянии, соответствуют требованиям ГОСТ, в своевременно проходят техническое обслуживание, автострахование, техосмотр. В каждом автобусе установлены тахографы, подключена система ГЛОНАСС для мониторинга движения автобусов. Технопарк школьных автобусов полностью обновлен и в хорошем, отличном состоянии. На планенном совещании также обсудили вопросы участия талантливой молодежи в межрегиональном слете ФИШТ, проведение праздничных мероприятий в честь Дня Российского Флага и подготовки к фестивалю адыгейского сыра. Продолжение следует...